Музей под открытым небом. Екатерининское городище – археологический памятник 12 века. И уже несколько лет место слёта юных археологов. Раскопки здесь проводятся около 40 лет. Это один из джорджанских памятников. Это городище имеет площадь 27 гектаров. Для городища это большое городище. Буквально 800 лет назад здесь стоял такой джорджанский город. И работа на нём ведутся на протяжении нескольких десятилетий. Но работы эпизодические с 90-х годов занялись раскопками основательно. То место, где сейчас работают юные археологи, было открыто в 1976 году. Сейчас этот участок продолжают изучать приморские дети. Мы находим кусочки керамики, гвозди из древних времён. Вчера нашла гвоздь железный, керамические осколки от кувшина. Много нашла их. Сегодня пока ещё ничего не нашла. Хотя очень хочу что-нибудь найти. Мы сегодня находили фрагменты керамики, железного гвоздя, слепной керамики. Жалуются на то, что нет и не федиков, нет и прокачки. Упаться, донцы. Да, донцы от кувшина нашёл. Екатериненское городище находится под находкой. Сейчас здесь проводятся средневековые раскопки. Главное их отличие от других – глубина культурного слоя. Средневековая она сразу идёт поддёрнула и достигает максимум метра. Древняя может быть больше двух метров и гораздо глубже. Чем отличается эта экспедиция от других – в сопочку подниматься слегка тяжко, выше на равнинах. На археологическом слёте проводится ряд конкурсов. Их делят на основные и дополнительные. С недавних пор одним из основных стала викторина. С 22-го слёта было решено, что теоретические знания детей будут играть основную роль. И поэтому они будут ведущим конкурсом. Есть ещё анализ артефактов. Детям выдаются вещи, и они должны определить, что к какому времени относятся и для чего предназначалось. Бытует мнение, что мальчикам на раскопках легче. На раскопке девочкам довольно сложно. Правда, не так сильно. Мальчикам полегче. Мальчики помогают, носят что-то. Копать здесь по сравнению с другими территориями легче. Земля рыхлая, и обнаружить находку легче. На глинистой можно потерять или даже ещё глубже случайно закопать. Ещё мы обмазку находили. Много обмазки. Обмазка – это наподобие глины. Ей обмазывали, чтобы укрепить стены. Каждая находка отмечается на плане раскопа. Это необходимо для составления полной картины размещения объектов. Важно ничего не упустить и не затерять. Иначе картина площадки исказится или будет неполной. Зачистку сделаем. И здесь заново она будет натягивать сетку и заново всё это отрисовывать. По новому пласту всё это отрисовывать. Помимо учебной недели и основных конкурсов, есть дополнительные. Это и проверка полевого быта, и проявление творческих способностей. В остальное время юные археологи представят свои научные разработки. Екатерина Рехтина, Николай Фарафонов, Телемикс.